здравствуйте дорогие друзья этим видео я хочу вам напомнить о одной идее вашей идее что хорошо вы завести такую рубрику как это сделано то есть мы будем искать такие картинки которые нас цепляют скажем так это интересно как же это было сделать а еду отпускаем учиться и думает но в принципе я был не против и попросил полу чтобы он сделал нас группе такой альбомчик ну к сожалению что-то так был быстро пропал и там оказалось три фотографии как я уже говорил две из них не не представляет интересно там фотошоп а вот третье относится курьезным случаем там в общем то был не вопрос наверно как это сделано а сколько как это было продано за 1 миллион евро ну я вам скажу началось все вы помните с кого это квадрат малевича и кому бы не хотелось этой слова и денег то есть нарисовал квадрат и потом всю жизнь получаете дивиденды так вот о чем я хочу сказать о том что это не вновь и вот посмотрите пожалуйста немецкого художника замечательную картину в пастельных тонах два метра на полтора и там насколько почему художник не трудно его так называть нарисовал с фотографии по памяти не думаю что где-то возле аэропорта там был очень скорее всего с фотографии нарисовал вот эту картинку которую мне поставили как это сделано да это продалось за 1 миллион что тоже неплохо и мне подумалось о том что ну а что мы то чем хуже давайте мы тоже сфотографируем что-нибудь на 1 миллион евро и вы помните что в прошлый раз я купил репку это редко нет это не редко подождите что у нас еще есть речка вот это речка мне потом поправили да я думал свою репку покупать это речка черная такая речка и давайте мы сейчас ее сфотографируем а для прикола я это все поставлю стоки и посмотрю на их не аргументы фатоли я уже представляю что она мне напишет отклонену виде или же коммерческая и за из художественной бесценности вот это будет интересно я пришлю потом эту картошку скажу а вот моя работа почти такая же какая-то чем и отличается стоит миллиона у вас друг она не имеет коммерческой ценности оставьте ее обязательно купят но в общем от слов давайте перейдем делу и сфотографируем и так первое что мы с вами сделаем и по подвесим репку я вернул в нее шуруп да и подвесил и корешок он мне тоже понравился я его привязал отдельно чтобы репка сильно не шаталась иначе начинает раскручивать как вертолет так и из оборудование давайте посмотрим вы видите здесь стоит контровой турбус для чего вот для того чтобы нам этот крат подсветил как на той картошке да больше нам ни для чего не нужен и вот эти вот волосочки там так и с этой стороны я поставил еще один тубус правда свела вода нет чтобы получить только пятнышко вот здесь световое пятно такое больше мне ничего не потребуется снизу поставил отражатель который в принципе много не дает но вот это место чуть-чуть подсвечивает вот здесь вот пенопластовое отражать ну вот и все давайте пробовать так я включу пока только одну вспышку вот тут для контрового света фотографирую вот пожалуйста это то что мне надо только контур вот этого края а а этот я сейчас поставлю постараюсь так навести чтобы он осветил переднюю часть и больше в принципе ничего вот таким образом это то что мне и было нужно теперь я спокойно это могу уже выключить потому что на этом наш миллионный труд закончен и я думаю что фотошопе мне придется просто вырезать и убрать вот этот вот белый который попал в кадр вот и все как видите друзья нам даже не пришлось особо фотошопе там ничего но я убрал этот отражатель который там был и в итоге получил вот такую картинку у него очень хорошее разрешение сейчас я вам покажу там как лунный ландшафт и мне такая подмывает из нее сделать еще и фон и тоже на продажу поставить как фон редьки русской да ну а я думаю теперь после того как этот шедевр сделал то есть я из него сделаю теперь такой салатик с морковочка потертая с редькой и со сметанкой и очень вкусно тут поем ну а вам желаю тоже снимать такие шедевры выставлять их и может быть кому-то повезет и действительно он снискает славы малевича ну а я с вами пока прощаюсь до после обеда потому что после обеда я буду на шашлыках что-то снимать окей и так всего доброго а